С вами GS Times Friday. Смотрите в этом выпуске. Варкрафт По иронии судьбы, фильм по мотивам вселенной Варкрафт посмотреть в 2015 году не получится. Премьера перенесена на 11 марта 2016 года. Тут могла бы прозвучать очередная шутка про черепах из Близзард, однако за задержку ответственной кинокомпании Universal Studios и Legendary Pictures. Дело в том, что на 18 декабря 2015 года, помимо Warcraft The Movie, запланирован выход новых «Звездных войн» режиссера Джей Джей Абрамса. И чтобы не ставить под угрозу кассовые сборы в прокатной борьбе с очевидным лидером, экранизацию Warcraft решили сдвинуть на весну. В Близзард, к слову, стало немного просторнее. Студию покинул главный системный дизайнер World of Warcraft Грег Стрит, трудившийся в ее рядах 6 лет. По его словам, рассчитался он по собственной инициативе, дабы поработать в составе другой команды над совершенно новым проектом. Подробности Грег пока держит в тайне. Наряду с Activision становится еще более независимым и издательство Take-Two. Руководство компании выкупило у Econ Group 12 миллионов акций за 203 миллиона долларов. По какой причине Econ Group решила продать свою долю, не сообщается, но инвесторы в лице Бретта Икона, Джима Нельсона и Чосун Хуана уже освободили свои кресла в Совете директоров. Для Take-Two это очень хороший шаг, который в теории должен положительно отразиться на будущем компании и качестве ее игр. Александр Величко, прославившийся фанатской модификацией для Wilder Scrolls V Skyrim под названием False Car, подтвердил, что и сегодня лучший способ пробиться в высшую лигу игровой индустрии — сделать собственный мод. Его пригласила на работу студия Bungie, и теперь Величко будет трудиться над шутером Destiny в качестве помощника-дизайнера. Вокруг Crash Bandicoot в последнее время кружится слишком много слухов. То появлялась информация, что Sony перекупила права на вселенную и доверила разработку новой игры студии Naughty Dog. То это опровергло Activision, отметив, что продавать франшизу пока не собирается. А теперь официальный представитель Activision еще и заявил, что издательство заинтересовано в возрождении серии про сумчатого барсука. В первой половине декабря начнется закрытое бета-тестирование ролевой игры Wasteland 2. Об этом сообщил лично Брайан Фарго, добавив, что дата финального релиза не будет установлена до тех пор, пока разработчики не поработают вплотную с фанатами. Доступ к бете получат только те игроки, что пожертвовали свои деньги на Кикстартере. Шутер Call of Duty Ghosts, не сумев обогнать Grand Theft Auto V в гонке по кассовым сборам, все-таки отхватил утешительный приз и стал самой продаваемой игрой на консолях нового поколения. Космический симулятор Star Citizen притягивает деньги будто магнитом. Только во вторник мы рассказывали, что сумма пожертвований добралась до отметки в 29 миллионов долларов. А сейчас бюджет уже составляет 33 миллиона. В качестве награды фанатам авторы добавят в игру два новых корабля. Гражданское исследовательское судно Anvil Carrag, снабженное топливными баками повышенной емкости, и небольшой боевой корабль Drake Herald, предназначенный для быстрой доставки секретной информации. Любопытно, сколько еще Star Citizen сможет собрать денег? С таким энтузиазмом публики сумма в 50 миллионов выглядит уже вполне реально. Как вы помните, по прошлому выпуску GS Times Friday издательство Electronic Arts заключило десятилетнее соглашение с Disney и Lucasfilm, в рамках которого выпустят пачку крупных игр во вселенной «Звездных войн». Очевидно, компания сейчас работает далеко не только над перезапуском Battlefront. Обнаружена информация о некой Star Wars с открытым миром. Началось все с того, что в сентябре за студией EA Canada была замечена активность. Та набирала новых сотрудников, которые могли бы занять должность директора по анимации и ведущего дизайнера боев. Выяснилось, что эти специалисты нанимались для работы над крупным проектом с открытым миром, создаваемым для платформ нового поколения. И тут менеджер по кадрам Electronic Arts очень удачно проговорилась в Твиттере, что это, мол, работа мечты, поскольку данный проект создается во вселенной Star Wars. Само собой, все эти намеки были быстро удалены по приказу начальства, но глазастые пользователи успели обнаружить запись и растиражировать ее по всему свету. Не хотим сглазить, но, возможно, Electronic Arts готовит свой ответ культовой Star Wars Knights of the Old Republic. Или, чем черт не шутит, речь идет о Star Wars 1313, которая таки будет выведена из Криусна. Недавний анонс Shadow of Moda, новой игры во вселенной The Lord of the Rings, был воспринят как-то вяло. Не потому, что очередную игроизацию Властелина Колец никто не хочет, просто чаша доверия исчерпалась. Последние игры, Aragorn's Quest и War of the North 2010 и 2011 года выпуска соответственно, были жутко посредственными поделками. Ну а студия Monolith, которой доверили разработку Shadow of Moda, это уже не так креативная молодая команда, что прославилась великолепными Blood, No One Lives Forever и Fear. Нынешний Monolith — это разработчик унылый Fear 2 Project Origin, странноватый Готэм-сетей импостерс и никому не нужный Гарриэнсов Middle-Earth, игр средняя оценка по метакритику которых неуверенно болтается в районе 7 баллов из 10. Впрочем, прямо сейчас разработчики как никогда полны энтузиазма, и по словам руководителя Monolith Кевина Стивенса, четко понимают возложенную на них ответственность. Он твердо отметил, что для студии нет ничего важнее этого проекта. И надо признать, команде предоставлены все необходимые ресурсы. Warner Bros. привлекла к разработке компанию правообладателя Middle-Earth Enterprises, одаренных художников из Уэта-воркшоп, а также оскароносного режиссера Питера Джексона, который параллельно занимается экранизацией трилогии «Хоббит». При этом главный сценарист игры, Кристиан Кантамеса, обещает, что Shadow of Moda станет примером того, как надо работать с первоисточником. Художественное оформление, локации, персонажи и фирменная атмосфера в ней будут воссозданы до мельчайших деталей, чтобы уже с первой секунды вы ощущали, в какой вселенной очутились. Очевидно, игра находится на достаточно ранней стадии разработки. До сих пор нет не то, что геймплейного видео и скриншотов, а даже банального тизера, обычно сопровождающего любой крупный анонс. Само собой, неизвестна и дата выхода. Но хочется надеяться, что у Монолит еще остался порох. Из Shadow of Moda команда наконец-то снова выстрелит. Забавный эксперимент провели сотрудники университета Огайо. Они выяснили, что жестокие игры оказывают негативное влияние на поведение подростков и заставляют их воровать сладости. В исследовании участвовало 172 учащихся в возрасте от 13 до 19 лет. Часть играла в кровавые игры типа GTA V, а часть в безобидные аркадки. Во время эксперимента рядом с учащимся ставилась банка полная конфет, причем подростка заранее предупреждали, что есть много шоколада вредно для здоровья. Исследователи обнаружили удивительную закономерность. Те, кто играл в жестокие игры, в среднем съели в три раза больше сладостей. Во втором опыте участники отвечали на 10 вопросов и за каждый правильный ответ получали по лотерейному билету, который можно было обменять на один из призов. И что важно, участник должен был сам подойти к стопке, которая находилась без присмотра, и взять заслуженное количество билетов. Само собой, те, кто играл в жестокие игры, нагло прикарманивали куда больше билетов, чем заработали. Ну а третий опыт был еще веселее. Участнику сообщалось, что параллельно с ним играет соперник, которого можно хорошенько напугать, рубив ему в наушники какой-нибудь громкий звук. И снова любители жестоких игр отличились тем, что звук у них был и громче, и дольше. Вообще предполагается, что такие игры, как GTA V, не должны попадать в руки подросткам моложе 18 лет. Но это лишь в теории. Вот в одном из учебных заведений в ирландском городе Меллингар учителя вообще в панике от того, что чуть ли не вся школа увлечена только новыми приключениями автоугонщиков. Педагоги разослали письма родителям учеников, где отметили, что в этой игре можно стрелять из автомобиля, избивать маленьких девочек, а также посещать стреп-клуб, где танцовщицы разгуливают в чем матера дела. А выяснилось все это, когда на одном из уроков детей попросили написать письмо к Санта-Клаусу, и подавляющее большинство учеников попросило в подарок у рождественского деда коробочку с GTA V. Но и игры могут приносить и реально ощутимую пользу. Например, про улучшение моторики пальцев и о развитии реакции при игре в шутеры знают все. Но это поверхностная польза, к здоровью имеющая косвенное отношение. А вот независимый разработчик Джеймс Блак решил зайти дальше. Он работает над игрой под названием Диплупия, которая, по словам Блаха, способна излечить от косоглазия и синдрома ленивого глаза, из-за которого мир кажется людям плоским. Игровой процесс подобен Арканоиду. На трехмерном пуле игрок перемещает площадку, отбивая шарик и разрушая блоки. Но для каждого глаза изображения отличаются цветом и контрастом, что позволяет мозгу получить всю необходимую информацию, формируя картинку, которую видит здоровый человек. Все это происходит с обязательным использованием очков виртуальной реальности Oculus Rift. Впрочем, играть в Диплупия смогут и здоровые люди, для них будут предусмотрены отдельные режимы. Разработчик ведет сбор денег на создание игры через Indiegogo, где публика его охотно поддержала. Всего за неделю пожертвовано 7000 долларов вместо требуемых двух, а до конца кампании осталось еще полтора месяца. На этом все новости на сегодня. Желаем приятных выходных и удачно встретить декабрь! Субтитры создавал DimaTorzok